Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Прошлый день. Номер 128. Вопросы и события дня. Задавайте вопросы за 17 апреля 2016 года. Наш микрофон там далеко находится. Каждый раз говорят, какая-то такая безразличие как будто. Ну, делай так, чтобы это не на день-день это остается. Люди заходят, а почему так тихо говорят? Почему голоса не слышат? Громко это там можно убавить. Ну, когда на полную нету, сразу делают замечания. Я уж устал делать эти замечания тебе. Микрофон был бы здесь, вот говорят везде. Вот оно вон где. Вот микрофон у них возле. Ясно, что так. У нас ничего этого нету. Задом, далеко, еще и шепчет, как шептун. Вот в церкви так же. В алтаре, в самом дальнем углу, храм такой огромный. Что можно услышать-то? Да булгни-то еще, да еще говорит-то гнусаво так. Мало того, задом к народу. Да не на знакомом языке. Больше ничего нельзя сделать, чтобы люди ничего не понимали. Это и Евангелие так считают. К народу хотя бы повернулись. Четыре замка мощнейшие. И народ во тьме. И куда он пойдет? Ну, куда пойдет? Если спасение ищут, он обязательно найдет себе, где говорят о Боге. А кто там говорит? Он ничего не знает, человек. В гибели людей всех из страны виноваты священники. Они не учили народ. И Писание об этом говорит. Самое грозное на них взыскание. И понятия ничего не могут. Новое поколение нарождается. Тех перестреляли, побили, пожгли, поморозили. Новые вырастают те же самые. Опять за славянский язык, опять за монашество, за мощи. Но не за Евангелие. Это как приговор какой. Почему? Измена, трусость и обман. Вот оно, что император дал печать и ушел из жизни. Хотя сам в этом и все может и виноват был. Ну и дальше. Я не бываю нигде, только на нашем ресурсе, наш форум. На него приходите, ставьте вопросы. Которые здесь, я переносит модератора туда-сюда. Я не отвечаю, я их не знаю. Иногда накапливаются сотни писем ко мне. Но я ничего не могу знать даже. Я не бываю ни в Одноклассниках, ни в Твиттерах, ни... Везде открыты у меня странички, но я не бываю там. Мне эти ресурсы не нравятся. Вот наш, легко искать. Ну и объявление, краткое содержание дать. Я продергиваю, читайте, кто хочет помочь. Вот так. Краткое содержание наших роликов дать. Ну и дальше. Вот это просил на сайте. На нашем. Это не форма. Сайт. Сайт. Тут на мои все книги. Там 38. Это 41 книга. Это не тома. По 800 страниц, по 750. Сделать. Ой, вы просите сделать. А вы знаете, это сотни тысяч стоит-то. Уже ничего не сделал, уже испугался. Ну, а я что делаю? Я все бесплатно насчитывал. Тебя готовое перевести. Кнопку нажать. А я начитывал 50 томов книг. Они все на нашем сайте стоят. Так. Еще. Чтобы люди могли эту работу-то сделать, им нужно предоставить эти хотя бы 33 тома в формате вот ворда. Как они? Написано вот эти мне дали. Я так и говорю. Не надо тут сделать замещание. Я не понимаю, сказал, как мне сказали. Что это все можно сделать. Но пока никто не может сделать. Сделайте, перекиньте. Я отдам модераторам, администраторам. Они там переформатируют. Чтобы можно было считать. Книги недоступные стоят. Я больше не могу ничего сделать. Оцифровать надо было. Оцифровал сам. Маленько помогали другие. Так это не... 38 томов оцифровать. Это понятно, что что-то... Это много. Ну и дальше у нас идут занятия. Вот посмотри, где и... В какие дни заходите. Вот. Это не для спора занятия. Для того, чтобы дать знания. А то, где же люди давно некоторые не православные. И вот начинают там говорить то, что нам неприемлемо. Это просто будет закрываться и все. Чего слушать чужие бредни? Лет 30 не ходят в храм. Не знают. Все православное отвергают. Это православные люди здесь. И слушать я должен эту бредню. Сижу, слушаю. Людей нацепляли на скайп. А он сидит там, тянет. Зачем это нужно? Дальше. Тишли мир вам, Игнатий Тихоныч. Почему в последнее время у вас мало бесед по скайпу? Ну, опять же. Мало или много, это не от меня зависит. Некоторым отказал. Всем говорю, приходить там только через две недели. То есть у меня нет времени. Вот мы только что в субботу закончили. Нужно было озвучить. В Ворге материал, который в первом, шестом томе, открытым оком. И в девятом было. Занятия в Потеряевке в первые годы были. Закончили. Это 123 ролика создали. Вот где сейчас ставлю я. А они, заранее там модераторы, кто ставит под замком. А я только снимаю. По одному в день. Вот сегодня уже 26-е, кажется. Номер 26 занятия в Потеряевке. И название его. По тематике. Там столько всего есть. Полезного каждому будет. Там называются имена непорядки в Потеряевке. Какие были, когда начиналось строиться. То, что там происходило. Ну и поэтому я его поставил. Открыл замок. А он выставляется не в первый, где сегодняшний день там. Я посчитал на 107 месте. Потому что несколько недель выставляется это. Но не открывается. Они уже закаченные. Но открываю и я. Я открываю, а на совершенно не в том месте. Но я их переношу в том, на наш сайт. Моя страничка в моем мире. Тут можно прям каждый день их видеть это. И сами себе смотрите по номерам. Ну по номерам-то легко. Зарядите, найдите поисковики тут уже. Вот поэтому. Ну давай дальше. И второй вопрос. И второй вопрос. Как объяснить ближним, которые не хотят ходить в храм из-за бабушек, торговли, обрядов и неискренных батюшек? Ну давай, по порядку. Объяснить. Они хотят ходить в храм из-за бабушек. Ну они одни бабушки и есть. Но имеется в виду не из-за бабушек. А как не ведут себя? Ну как ведут, так и ведут. Ну и что можно сказать? Разве это препятствие? Ну вы садитесь в трамвай. А там всякие бывают. Ну ты же едешь там на самолет. Там может быть террористка сидит. Ты тоже едешь. В магазин заходишь. Везде не такие люди. Дайте мне идеальное общество. Я зайду туда и там будет хорошо. Ну ты создай его. Научи этих бабушек. Это вопросы ежедневенческие-то. Дальше. Торговли. Торговли не должно быть. Но она есть, я не могу ее убрать-то. Обойди, закрой, за один-другой приход там, заход там в храме где-то. Ничего нельзя сделать. Но начинай работать. Это мне еще не удалось ниоткуда выбросить торговлю. Никак нельзя. Потому что сразу ощерится священник. Там епископ. Они все питаются от этого греха. Храма-то нету. Есть дом торговли. Должен быть дом Божий. А его сделали домом торговли. Если они торгуют, это значит Христос туда еще не приходил. Потому что он приходит на страстную неделю. Понедельник называется вертепный. Он назвал вертеп разбойников. Ну, а разбойников вертеп. А кто разбойники? Ну, кто питается этим? Перощи, священники, епископ, патриарх. Это все разбойники. Согласно слов Христа. Софрина, которая дает. Это самый главный вертеп страны. Ну, договорите до конца. Это будет видно, куда нам голову-то повернуть-то. Тьма обуяла страну. Но не всегда будет мрак там, где он сгустел. Так пророк Исаии говорит. Работать-то считайте. Дальше. Торговлю нельзя. Дальше. Обрядов. А что значит обрядов? Тут вообще непонятно. Они не хотят ходить, потому что там обряд. А без обряда нигде нет. Даже у ангелов, видимо, и то сохраняется обряд. Какой-то он. Как говорит, как смотрит. А вот у сектантов нет обряда. Да у них нисколько, не меньше. Как молиться, как руки сложить. А нет. Это обряд. У другого перекреститься. У третьего поднимают руки. Первые христиане молились крестообразно, распростершись на земле. Ну как, люди не хотят ходить? Ну и пусть не ходят. То есть они не ходили и не ходят. И не ходят, они ничего не знают. Но уже заранее нарисовали в уме, куда они будут ходить. Туда, где нет бабушек. Ну вот бабушки-то есть и у сектантов везде. То есть они никуда не пойдут. Они будут выпивать только со своими, на троих сообразить. Ну там мужики-то есть, а бабушек-то я не видал, чтобы они на троих. Ну бывает, бомжиха там привяжется. В Барновле было. А потом находят в мусорном ящике голова, руки отдельного нет. Что-то размонтировалось. Не вовремя. И что еще? Не искренних батюшек. Ну это никуда не денешь. Да и как определить? Они не ходят и знают, что они не искренние. Ну не серьезно это все. А сектанты искренние. Вот там действительно искренние. Какие? Искренние, что он точно уже погибельный. Еретик. Они искренние еретики. Настоящие еретики. Ну валяйка, договорите дальше. Они не ходят. Ну и что? Ходить надо. И что это церковь. Да, я говорю, надо и ходить, и работать. Ты предложил. Наша страна такая. Вот началась перестройка, открыли, как хлынули, миллионы туда за рубеж. И мне уже сколько пишут, я не знаю как вернуться, гражданство не дают. Возвратиться. Я истосковался. Я готов. Даже молодые, которые ехали, ребята, на большой должности, готов дворником работать. Как это про масонина Америка поперек горла им встала. Там на лжи все. Клясться перед флагом надо. Особый договор пишут там. Америка это идол для них. А в России-то этого нет приема. Ну что, получили свое? Я в Америке был, ездил, а не дождался, когда вернусь, вороную Потеряевку. Как хорошо. Никто за мной не смотрит, что газоны делают. Крапива растет буйно. И никто не трогает. Как они там в лагере, в этих скаутских лагерях, стоят там, которые насельники там, учащиеся. И воду дистиллиризуют для купания. Вообще у нас пруд какой-то. Там с баламутия в другой раз не видать, где земля, где все это. Грязевые ванны принимают. Еще нету. Тут в один день мы закрыли все. Она мне на дух не нужна, Америка. Дальше. Ну и так. Я им объясняю. Корабль захватили пираты. Надо спасаться и быть в церкви. Вот и все. Весь мой ответ. Церковь, корабль. Его захватили пираты. Но он Божий корабль остался. Ну вспомните, захватили корабль Робинзон-Круза. В конце концов, они его разблокировали. А пиратам вообще никакого исследования не было. Пират-пират. Его сразу на рейх, на рейх, на эти перекладины, на мачте подвешивали. Государственный закон Великобритании. Царицы морей. Дальше. Миша Иванов, вы можете пофилософствовать на тему того, что в Украине сносят памятники Ленину. Ну, еще я могу сказать. Тут скажет Смирнов Дмитрий. Более отвратительной, страшной личности на земле не было, по крайней мере, за последние 7,5 тысяч лет, как Ленин. Это бандит. Самая огромная буква. Бандит. Разбойник. Это дикарь. Это пожиратель людей. 100 миллионов убить, это никому не удавалось. Гитлер против него, как убийца-то, это младенец. Гитлер страну поднял из развалина. А этот такую державу порушил. И оставил каких наследников маразматик. Убийца. Каннибал. Ну и памятники его. Зачем они нужны? Это их давно свалить. Правильно Украина и делает. А в России боятся. Ельцин на что уж пропил страну. И то сумел промямлить перед уходом. Вот я жалею о том. А что жалеет-то? Ну, хотя, выразился бы это. Полупьяно уж говорит. Ну, что не запретил коммунистическую партию и не убрал Ленина. Ту падаль. Как Новодворска говорила. Забери Зуганов свою воблу отсюда. Страна никогда не поднимется, пока этот прах его не будет развеян во вселенной где-то. Чтобы к земле даже ни одна молекула не прикасалась. Жечь и развеять. Вот как Дмитрий Смирнов говорит. Ответ. Исаев. Послушайте меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословие их не страшитесь. Это я беру к себе, ко мне. Не только ответ на это. Я говорю, сейчас будет поношение. На меня коммунисты нападали. Так я это говорил, когда еще была советская власть. Говорил. С того момента, как я начал самостоятельно мыслить, я уже это знал. Тогда уже говорили, был бы Ленин живой, да разве бы так было. И, видимо, где-то это во мне оставалось. И тогда у меня был дядя, он говорит. Вы не знаете что, а мы-то знаем. И тогда мне другие объяснили, как при Ленине было. В армии был дезертист, армию распускали, шли обратно. И вот Толи, Петеримов у нас отец, он шел, одни сапоги были. Красноармейцы отобрали эти сапоги и все. Рекрутируют. Это все его закон был. И здесь не бойся поношения. Поносит со всех сторон. Вот сегодня мы утром на молитве считали Псалом 70-й. Просчитайте его. Он обо мне. Это мой Псалом. Я его написал. Написал сердцем своим. По крайней мере, хотя бы пол Псалма прочитайте. Он большой Псалом. Как подсматривают, как ненавидят, как говорят. Все сходится. А здесь написано. Все. Не бойтесь поношения от людей. Не бойтесь. И злословие их не страшитесь. Еще что. Ибо лишь только начну говорить. Я кричу о насилии, вопию о разорении. Потому что Слово Господне обратилось в поношение мне. И во вседневное посмеяние. Слово Божие. Если бы я не обратился, 27 сентября 1962 года в 17.00. В Венсполсе. Латвия. Карл Розенберг, 18.4. Дом Еремеева Михаила Александровича Иоанна Матвеевна. Вот. Место моего рождения. А интересно. Карповка. Тюменцевская района Алтайского края. Вот этого бы не было. Вот так как я был и тогда уже такой, не мертвый. Везде. За правду заступался. То ясное дело, меня бы уже и не было. Но вот это вот, именно оно меня, Слово Божие, сделало таким. Перед опасностями не пасовать. Надейся на Бога. Большинство там, где Бог. А вас мало. Это не ответ. Мало. Ну и что, что мало? Мало. Да Господь еще их разделил по парам. Только по двое. Они пришли туда. В Индии их никто не знает. А вас мало. Ну и все. Завтра будет больше. Если считать человеческую жизнь на земле и на небе, а церковь есть торжествующая на небе и борющаяся на земле, то нас больше. Потому что никто не будет считать своим близким, которые в тюрьме сидят. Вот преступник. А нас больше. Все воруют. Ну и еще из этого. Нас больше. Потому что все, кто на небе, это наши. Они никуда не ушли. Где Павел? С нами. Ну преступник же не скажет с ним. Гонимые, угнетаемые, убиенные. Это все наши. Все, которые на небе. Дальше. Езекииль. О поношении их. И скажи. Меч. Меч обнажен для заклания. Вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Не, не надо с ними бороться. Вот Господь говорит на этих поносителей. У него уже меч вычищен. Они пойдут в одно место. Дальше. Третьи ездры. Кто будет единомыслен с ними, тех подвергнут они по смеянию, по ношению и попранию. Это все. Власти, патриархию кто приходит. Они там за все бьются. И вот они, даже к ним-то и придет. Я сегодня все. Я хочу быть в патриархии. Мы-то относимся к русско-православной зарубежной церкви. А они того, что. Ну, вы даже коммунисты придете. Меня все приглашали коммунисты. Какую бы пользу вы нам принесли. Ну, и что? Кто будет единомыслен с ними, подвергнут смеянию, по ношению, попранию. Сирахов. И бывает друг, который превращается во врага и откроет сорок по ношению своему. Самое опасное, что сегодня есть в патриархии, это миссионерские отделы. Более страшного ничего нет. Самое негодное, самое злобное, невозрожденное свыше. Это создали такую организацию. Ее не знал никто. Чтобы отдельно отдел набирали, там зарплату платили. Даже говорить не о чем. Гнусность одна. А как? Изведанное в Духе Святом. И посылал их Господь. Их бьют, все, они не ощерялись. Они, да, так, но дальше продолжали говорить. Говорить и обращались люди. Что угодно можно образовывать. Отдельные отделы, там, для того, чтобы вычистить улицу, это можно сделать. В милиции отдельная, в национальной гвардии можно. Миссионерские отделы нельзя создать, их Бог создает. Это есть или нет. Как подойти к каждому человеку? Миссионерские отделы, кто думает, так, для себя. Нужно иметь не два таланта, тысячи. Не одну тысячу талантов надо иметь. Да как так? Златоуз говорит это. Златоуз. И переводить в церковь. А священник будет крестить. А чтобы покрестить, ни одного таланта не надо. Достаточно быть священником. Троекратное полное погружение. Сейчас ничего этого нет. И дальше. Я вот испытал там все. Вдруг все. И вдруг во врага превращаются. Подыскиваются. Цепляют. Каждый день. Невеликий пост. На них не действует ничего. Это самое злобное. Самое отверженное. И при том они настолько зачерствелы в миссионерских отделах. Что во всех видит врагов. И нашли над собой хозяина. Дворкин. И выше только дьявол. Д. Дьявол. Д. Дворкин. Ну и так дальше. Д. 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 Везде почему-то у них. Приходят из сектантов. Он не обратившийся. И тоже в миссионерский отдел его берут. Он знает сектантов. А зачем ты пришел, если говоришь, что у них тоже церковь? Церкви там нету, где нет епископата от апостольских времен. И не надо бреднее собирать. Никогда. И ни один отец святой так не понимал. Ни соборы. Их назвали безголовые. То есть голова это священство. И дальше. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. Так что вот что отгоняет от вас. И там никакого обращения-то нету. Делают с сынами гиенны вдвое худшими самих. Это говорится о миссионерских отделах патриархийных. Дальше. Ну, у католиков было? Было. Ну, что это? А кто-то? У иезуиты. Уши вот такие вот нарисовали на картинках. Подслушивали. Кинжал, убить, отравить. Все разрешается. Для вящей славы. Какой? Ватикана. Папы. Под туфли его положить. Вчера мы посмотрели, мне скинули. Посмотрите. Вот он. Ник Вуйчич. Я послушал, какой у него чистый английский язык. Как он говорит. Человек. Где он был? Я только подумал. Смотрите. Ник Вуйчич. Без рук, без ног. 58 государств объехал. С президентами встречался. Больше миллиарда людей только его прослушали. Перед которыми выступал. Это вообще. Но более популярным сегодня, я думаю, никого на земле нету. Чтобы везде к нему относились хорошо. Везде. Где он ни был. Находятся такие же люди. Среди дикарей. Где-то он говорит. Я был там, где у людей такое правило. Рождается ребенок с каким-то изъяном, там, дауном, болезнью. Сразу же его уничтожают. Он проклятый Богом. Ну и понятно. Ну и понятно. И это в Спарте делали так. Спарта. И вот он говорит об этом. Но я не об этом хотел сказать. Он не православный. Притом из славян. По-моему, я как понял, что это из сербов. Там в Австралии родители были. Потом он в Америке был. В 10 лет он решил жизнь покончить самоубийством. Как? Ну он не может веревку завязать. В ванне решил утопиться. Он не православный. Где он будет, его Бог знает только один. Не православный. Ни разу в жизни не причащался. Жизни нет внутри. Слаз тогда со Слова Божьего. Я могу только молиться за него. Господи. Вот этого Николая. Ник это Николай сокращенно. Ник. Ну когда Тим. Тим Бернос и Тим это Тимофей. Господи. Ну почему так? Это мы. Попы этого не видят ничего. Вот Богащоб Юрий. Ничей. Народный артист СССР. Это вообще. Дочь и сыны олимпийские чемпионы. Баптист. Потому что они подошли к нему. Запился. Ну. Клименко. Виктор поет. Клименко Виктор. Уж из казацкого рода. С роду сектантов не было. Это православие. Сектант. И которого не возьмешь. Где обращаются новые люди-то. Почему православие не создало ни одного за рубежом? Как Ярл Николаевич Пейси. Сектант. Я беру самых известных. Притом с верующей стороны. Сегодня. Ну кто? Ну. Мы видим какие разъезжают у них миссионеры. Которые. Которые не падают. Не харизматы. Прямо. Ну настоящие проповедники. Очень сильные такие. Не православные. Ни одного нету. Нигде. Я уж не говорю, что там Билл Гейс, которые кто-то изобретали, что все неправославные. Тут не давали. Ну а верить-то давали. Ну можно было. Вот об этом-то надо задуматься. А тут пожирают друг друга. Не так сказали. Все бросаются его. А сейчас все на патриарха. На патриарха. Затягивают в католицизм. Их все. Ну понятно. А что делать? Я отвечаю просто и понятно. Символ веры не менять. И где они его вешают, срывайте его, как делал свой. Вывешивайте старый, опять пишите на то место, как Мартин Лютер делал. Вот и все. А священник говорит не так. Останавливайте, окружайте его. И спрашивайте. Ну не так, что давайте попу морду набьем. Это неправильно. Дальше. Сергей Агафонов пишет. Сравнивая себя с Никитой, предполагая, что он, как и я, чрезмерно отдает себя чужой воле. И при этом не давая своему мышлению работать. Не давая работать. Из этого получается, что мы виснем на шее тому, на кого надо бы равняться. Вот сделал я тебе еще раз замещание. К примеру, раз ты уже такой. Фотоаппарат дал тебе сфотографировать. Из-за собак конфликт. Тут выступил Сергей, их надо травить там, то другое. Ну, травите там, где хотите. Вот это моя каноническая территория. Не трожьте. Это мои собаки. Я их кормлю. Они очень хорошие. Вот я говорю, ты фотографируешь. Ты уперся и стоишь. Другой раз снимаешь. Вот так голова моя. И ты не видишь никого вокруг. Ну, люди, новые люди, подошли, дети сели. Ну, поверни маленько там фотоаппарат. Звинься маленько. Ну, такое дубовое все. Мне это не подходит. Да это ладно, ты. Можно научить. Но ты-то что мне ответил? Что я не профессиональный фотограф. Вот так я ответил. Понимаете, что? То есть, я не фотограф. И что ты ко мне пристал? Сидим за столом. Должен быть умягченный. Желудок уже все. Во рту пища. Сидит. И вдруг бац. То есть, а что ты меня учишь? Что я не фотограф? Да мы нигде ничего нет. Вот и топор не знал, куда держать. А я тебя учу. А я не плотник. Ложить кирпичи. А я не каменьщик. То есть, ничего в жизни ты не делал. Копать землю не знаешь, как сломал лопату. Я тебя учу всему. И такой ответ говорит, я понимаю. Так что ты меня учишь-то? Я разбираюсь в этом. Ну и в другом-то, что разбираешься, это еще требуется повышать уровень-то. Приходится обращаться по этому. Это неправильно ты ответил. Я сказал, мне это не подходит. Зубы мне показывать не надо. Сделал замечание, ты сразу прими. Вот ты фотограф. Фотограф, значит, я сказал, давай приводить. Из-за чего ты сказал-то? Я говорю, вот у нас лет 28 фотографирует, приезжает известный, всемирный. В выставке участвует, там премии берет. Волобоев Александр Павлович. Да мало того, приезжает Каспришин Андрей Николаевич. Там даже имеет награду от Путина. Вообще, заслуженные деятели. Я поставил их пример. Как он, одну фотографию нам сделать. А парень один тут, Виктор Петеримов, когда помещался, я хотел сделать такой снимок, что она садится на тележку, обыкновенная тачка, жена, мы ее шинелки накрыли, везет, как Боярину Морозу, чтобы она так пальцы подняла. Он, люди как выстрелят. Он, так, подождите, облако не с той стороны. Подождите, облако сейчас закроет солнце. Понеси тут пенек. Он на него встал. С какой стороны? Куда перенести? Он создает композицию. Я тебе это как раз и сказал. Я тебе это заделал. Только это труд. Он всю жизнь фотограф. И всю жизнь все лучше и лучше у него получается. Ты сразу меня отбрил. Я не фотограф. Что ты мне даешь? Я пример показал. Ну, не умеешь смотреть. А я сказал, ко мне приехал фотограф профессиональный. И фотографирует. Я говорю, вы неправильно делаете. Вот оттуда отсвет будет, а вот отсюда будет видно. И два замечания сделаем. Да вы как профессиональный. Работать надо. Я много судился. И проходит зам прокурора края. Остановился этот судьи. Да вы уж больше нас знаете здесь. Знать закон надо. Дельное замечание и тебя вперед. Больше, чтобы этого не было. Сделали замечание? Бери доброе. Это поди старые сообщения, да? Да. Ну, я так и понял. Давай. Юрий Громов, 26 лет, характер уже не исправишь. В армии, может, исправили бы. А Игнать Тихонович слишком мягкий человек для этого. Видите, как одни обвиняют слишком строгие, а другие слишком мягкие. Больше я не могу. Дальше лук ломается. Владимир Харин. Миром Игнатьев. Евангелие от Луки, 3 глава, стих 14. Войны. То, как и мытари пришли креститься, или только спросить, а нам что делать? Спаси Христос уважением к вашему нелегкому пути, Владимир Харин. Зачем они такую дали креститься? Написано, что весь Израиль шел креститься. Вся Иудея. Креститься. А теперь, придя, они там и спрашивали. Считай. 12-13 стихи пришли, мытари креститься. Креститься. Да чего они пришли? Мытари. Ну, прямо написано. А он о мытарях и спрашивает. Вот они, мытареи эти, мытари. Ударея не знаешь, куда поставить. Речь идет о них, о мытарях. А про воинов он спрашивал для кого-то? Воины такие, мытари пришли. Ну, что? Креститься. И спросили, учитель, что нам делать? Он отвечал им. Ну, он просто не понял. Написано, мытари пришли креститься, а воины пришли креститься тоже? Он это спрашивает. Ну, конечно. Ну, вот пришли кто? Воины-то, как и мытари, пришли креститься. Из знак вопроса. Ага. Ну, я обратил внимание. Конечно, пришли креститься. Воины нужны по тем временам. Он и говорил по тем временам. Юрий Соболев. Игнать Тихонович, почему богословская позиция утверждает, что Христос принес в себя жертву человеку. Если ради человека, то понятно. Тогда понятно. А то человеку. Ведь в сегодняшнем чтении Евангелия говорится иное. И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас приношение и жертву Богу. Богу, не людям. Благоухание приятное. И дальше? Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою. Положил душу за нас, но не жертву нам принес. Положил душу за нас в жертву Богу. Вот такая фраза. И мы должны полагать души свои за братьев. Ну, вот и все. Добавлять тут абсолютно нечего. Вот если это мы приняли, значит, вопрос отвечен. Вот кто-то пришел, чтобы приняли его. Как я, допустим, какой-то Виктор Яценко просится. Фотографии нету. Ну, это бывает так. Это не важно. Теперь я хочу, ну, принимать человека. Кто он такой? Я нажимаю, вот здесь предлагаю дружбу. Смотрите, как принимаю. Не просто нажал и принял-то. Нет. Я один раз выбросил чуть не тысячу человек из друзей. Потом еще 300 человек. А они почему-то меняют фотографии. Не знаю, кто он такой. Вот нажимаю снова. Теперь открывается. Ага. Ну, и что тут узнавать? Фото. Семь. Ну, можно нажать. Одно. А? Одно фото. Одно. Вот, с этим документом каким-то. То есть ничего нету. Значит, это мог поставить, а это не мог фотографию. Уже настораживает. Ну, и что? Ну, ничего не могу сказать. Вот тогда он говорит. Теперь что ему сказать? Вот какой порядок такой. У меня заготовочка есть для таких людей. Вот прихожу, это сайт наш. Вот этот сайт этот я выделяю. Копирую. И снова переношу. Я ему даю свои ресурсы. Так, принять. У меня нет основания его не принять. Я не знаю, что. Дальше выявится. Выявится. Так, приняты. Написать. Control V. Ставь. Все. Отправил ему. Теперь он увидит, какое у нас сокровище богатства. А что здесь написано? На сайт, на наш мир. Ну, и дальше все, что... Просчитай, что здесь есть. На форум, на видеоканал. И дальше написано, вот, непростой сайт. От марка, там, вот, деяния. Вот такой, какой наш сайт. Дальше. Ну, дальше какие данные. О нашей деревне. О лагере Стане. Он может ткнуть и получить. Вот так. Ну, все. Приняли человека. Теперь возвращаемся снова. Вот это у нас мой мир. У меня тут несколько страничек. В моем мире одна, вот, где в шапке. Остань с голубем. И заходите сюда. Сколько у нас тут видео? Видео 18916. Это фотографии. А видео? 3034. Ну, вот, сегодня я все сюда поставил. Видите как. Вот вчера, что у нас разговор был. Вот. У нас есть форум. Вот на форуме. Что тут говорит? Почему не любят старый обряд в православии? Алексей Фомин. Ну, кто не любит их, надо спрашивать. Почему они не любят? Не любят обряд старый. Значит, ты не любишь князя Владимира. Тот обряд, который привезли. Старый обряд, это тот, который был. До Никоновской безумной реформы. Сергий Радонежский, старый обряд. Антоний, Феодосий, основатели русского монашества. По порядку всех бери. Кирилл Туровский там. Ну, кого бы ты ни взял. Все это оттуда идет. Старый обряд они не любят. Да они его и не знают, старый обряд. А обряд не спасает. Ну, все-таки можно сравнить старый-то и новый-то. Вот два перста показывают. Сделали щепоть. Еще оно лучше, что ли? Хотя в том и другом элемент ереси. Я бы объяснял это. Если вы вчера только слушали, это отец Алекс Синяев. И он там лекции говорит об индуизме и неоязычестве, неоиндуизме. Столько всего. О Христе вообще речи нет. И сидят там, гляжу, президиум, большой зал. Он отвечать будет за это время, которое отнял. Никто там в Индии не будет. Тем более, говорит, какие они были, германские племена. Что за лекция? Кому она нужна? Ни один апостол этого не знал. Это никогда-никогда не потребуется. А вот на меня, смотрите, я в книжке-то высчитал. Я был в Индии. И вот он с этим, Кришна Марой там встречался. А он с этим встречался. Он говорил, профессор, да зачем его блевотину нести сюда? Он не знает Христа, этот человек. И он говорит, и говорит, сколько оно здесь? Не написано, сколько? 21 минута 49 секунд. Ну вот. Умножь теперь. Там было, допустим, 500 человек. Так умножь на 500. Ему не рассчитаться за это время. Он потерял его время. И я говорю, из тех, которые сегодня миссионерствуют, или подмиссионеров, говорят, гонят, то он самый лучший. Он Библию в руках держит. Вот, говорит, правильно, Библия потом. Ну и закрепить веру, съездить в Мерусалим надо, крестные ходы. И опять же заворачивает туда. Почему? Система. Я его знаю лично, он приезжал по Теряевку был. Он любит систему составлять. Твердо, уверен, твердо. Пока до Барнома доехали, у него ни одной системы не осталось. И он у меня уже посмотрел другими глазами. Был рукоположен. Был священником зарубежной церкви. Согласился перерукополагаться патриархией. Вообще, это редкий случай такой. Ну что, авантюрный характер у них. Как миссионерского отдела коснулся, совестью там уже сожженное все, пепел остается. Не о нем только говорю-то. Говорю, что он лучший из них. Это мне наставили столько их. Это кто, не он? Он же. Он же. Еще кто-то. Это с той же конференции, только другой священник. Вот они стоят какие. Это мы видели их. Вчера только мы смотрели здесь, и они выходят здесь. Это мне наставили здесь их. Не могу я все смотреть, я так смотрю. Дальше что? Александр Менин, Юнатий Лапкин. Православие СССР. Запись, очищенная от шумов. Добавлено. Александр Русский. Вы не уподобляете себе бешеной собаке, которая слышала звуки и лает на всех прохожих. Вам нравится модное слово. Нео-язычники. Обратитесь к психиатру. А мне не надо ересь писать, если думать нечем. Так, так, это кто кому? Спасибо, Господи. Это кто кому? Ну, знаете, это Александр Русский и Симону отвечают. Симону. Вот Симону отвечает. Ну, Симону у меня была беседа. То этого я не знаю. Скрывается Александр Русский. Скрывается, то уже не вызывает доверия. Никак. Чего скрывать это здесь? Под одним именем-то русский, русский. Я тоже русский-то. Ну, фамилия, имя, ты паспорт показываешь на дороге. Какое-то там проездное у тебя на дороге, что там шофер требуется. Здесь вот это позволяет себе. Это не вызывает доверия. Еще кто? Павел Паулос. Ого. Миром Игнатий Тихонович. Давно смотрю с женой ваш видеоканал. Очень помогает не остыть в вере. Посмотришь немного и сразу хочется Библию читать и молиться. Но у меня есть предложение. Вы имеете богатый опыт жизни не только духовной, но и плотской. Чаще записываете такие ролики, где вы едите, мало ему все, и рассуждаете о бытовых вопросах, которые неизбежны в жизни многих христиан. Например, вы сказали, что нам на масле жарить пирожки нельзя, так как это канцероген. Ну а чем его заменить? Очень приятно смотреть ролики из деревни, где вы летом записывали застольные беседы. Никита заметно адаптировался, что очень приятно. Я живу в Киеве, думаю, если бы Никита был тут, мы бы дружили. Если бы Никита что? Если бы Никита был тут, мы бы дружили. В Киеве. Никита был? Если бы я был в Киеве, где он живет, мы бы дружили вместе с ним. А, в Киеве. Ну, конечно. Поклон Володе, благословение вам, Игнатий Тихонович. Вот новый человек, я его не знаю. Видите, какое отношение разное. Ну, больше-то, видите, тут тоже обвиняют. Зачем нам это знать-то? Вот это мне понятно. Человек серьезно относится. И в жизни надо, и как питается, как встает. Встаем всегда в 4.40. Вот ответ. Поставьте себе правило, если хотите, ну, в общем-то, всегда, всегда в 4.40. Так, никогда днем не ложиться, никогда, только сидя, откинься, там, на кресле, там, сколько, минут 15-20, больше нет. С ночной ли придешь, иначе голова будет болеть, головокружение будет. Ну, и дальше уже понятно, что-то инсульт в башку сунет здесь. Вот вы смотрите деревню, но мы сейчас не в деревне, мы находимся в городе, да? Дать больше я ничего не могу, что вот имеем мы открыто, ничего не рихтуем, не подглаживаем, не закрашиваем. Ну, вот так Павел Павлиус, непонятно, откуда он? Говорит из Киева. Ну, да благословит их Бог. Видите, я отвечать тут не могу, вот наши должны смотреть все. Они должны им дать ответ, заходите на наш форум, это в нашем форуме. Вот, допустим, сейчас я покажу наш форум, как он выглядит. Вот он, наш форум, посмотрите. Вы же, вот тут все зарегистрируйтесь, это очень большой форум, 1580 тем. Темы такие большие, что вы больше после нашего, когда освещен вопрос, смотреть не будете. И там все, и как спим мы, там вот как раз этому и сказать надо, кто там, Павлиус-то пришел. Вот. И заходите на наш православный форум. Ну, а кроме того, у нас есть, вот, во свете Библии, называется видеоканал. Вот здесь. Это тысяч четыре тысячи триста, наверное, уже роликов наших. Только наших. У нас чужих тут нету, ни одного. И вот каждый день выставляем. Вот сегодня я выставил сколько? Раз, два, три, четыре. Четыре, вечером два. В день, ну, меньше пяти роликов не бывает, каждый день. Я работаю, тут 14-16 часов сижу. Вот сегодня я уже здесь, ну, еще четырех не было ночью. Я должен подготовиться, чтобы записать ролик события прошлого дня. То, что сказал, по скайпу, все это выбрать. Это настоящая идет работа. Вот человек один. Он, я ушел из православия, говорит. Мне вчера один, говорит. Ну, и мне уже теперь, я не считаю, теперь Евангелие, теперь уже только размышляет. И мне молюсь. У меня наоборот. Чем ближе к концу, я больше молюсь, больше выделяю время чтению Слова Божьего здесь. Иначе никак. Я больше книг не считаю, а я все больше книг считаю. Опять решил, дай-ка сюда книгу. Вон черная лежит. Кто-то принес. Вот только об нем разговор начался. И не знаю, кто принес и положил. Ну, это времен еще советских. Вот здесь. Ты прочитаешь слухов, показать. Житие протопопа вакуума им самим написано. Так. Ну, это еще другие его сочинения. Другие его сочинения. Москва какой год? А, 1960. 60-е. Ну и дальше вот они начинаются. Вот смотри, какая книга. Это кто такой? Это Никон написано. Не Никон. Вот это создавал. Это советская власть. И сколько здесь экземпляров? Тогда давали-то не по тысяче экземпляров-то. Иногда 500 тысяч. 30 тысяч тираж. Сколько стоила книга? 11 рублей 50 копеек. Это большие деньги. 11 рублей. Но она издана очень хорошо. И сколько здесь страниц? Чтобы понятно было. Вот здесь. Почитай. Страниц 473. Видите, какая книга толстая. Вот она какая выглядит. Ну, только я разговаривали об этом. Мне кое-что надо из него найти. А книги не найдешь. Где-то. Вот сразу кто-то вчера принес. Да, мало того, закладка еще была сделана. Это вообще. Вот, смотри. Даже закладка была. Государственная закладка. Она называется по-переплетному лессе. А там пускай там. Вот, видя, кончик торчит. Положи. А я больше ничего не считаю. У меня не уменьшается. Я тоже считаю. А мне 77 лет. И все время публицистику смотришь. Газеты приносят. Может быть и не все надо. Но уже считаю так, что надо. И вот кто заходит на наш видеоканал. То вот здесь вот есть главное слово. На него нажать. И сразу идут жития святых. Вот они. Жития святых. Я их переношу все в мой мир. Это я их насчитывал где-то в 80-х годах. Ну, будет тут несколько сот. Уже к 200 подходит. Один добрый человек их переводит сейчас отдельно. Очень хорошо выглядит это. Ну, и кроме того, самое богатое место. Склады. Это во свете Библии православный библейский сайт. Здесь мои проповеди к истинному православию. Книги открыты. Вот сейчас ответы. Вот здесь самые книги о деревне. Ну, то есть, так много здесь. Тут ужасно. Ну, вот, что тут. Канон. Андрея Критского. Вот здесь показан как. Кроме того, книги. Четыре тома у меня не изданных стихов. По 800 страниц. Четыре книги. Четыре тома. Это все здесь. Ну, вот на сегодня все. Вчерашнее воскресное мы посмотрели. Ну, это смотреть надо собрание общины, которое было. Оно выставилось сегодня. Занятия, которые прошли. Это все отчет. Это отчет еще два ролика. Собрание уже выставили. Вчера собрание было. Ну, просто надо смотреть. Все на этом. Спасибо.